Компанию «Подари компьютер для образования», запущенную Минпросветом на прошлой неделе, на ура восприняли в районах. Три месяца дистанционного обучения обнажили не самый приятный факт – техническая отсталость, которую раньше слегкой преодолевали за счет креатива учителей. Сыграла плохую шутку и с ними самими, и с их учениками. В тот момент, когда находиться рядом физически оказалось невозможным. У многих детей и сотрудников учреждений даже нет техники, не говоря уже о навыках пользования. Таким образом, возможность получить гаджеты в дар убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, потянут детей и преподаватели в плане новых технологий, с другой гарантируют, что если ситуация повторится, процесс продолжится без ущерба для результата. В сложившейся ситуации заниматься онлайн далеко не у всех детей есть возможность. Поэтому техника, собранная с пожертвований желающих, будет передана тем ученикам, которые не могут выйти на связь с преподавателем. В связи с этим, компания «Подари компьютер для образования» высоко ценится местными образовательными учреждениями. Нет связей. Во время карантина именно с этим столкнулись многие сельские школы. Где-то у учителя нет средств и возможностей или элементарных навыков работать в онлайне, где-то у учеников. В Каларашском районе обучается 6 лет. У 80 из них нет никакой техники для ознакомления с материалами в режиме онлайн. Преподаватели, конечно, нашли выход. Обзванивали учеников по стационарному телефону. Но в семьях ещё 46 детей и его нет. А у 115 преподавателей дома нет ни компьютеров, ни планшетов, ни ноутбуков, ни смартфонов. Похожая ситуация в Страшенском районе. Почему жертвовать технику в рамках компании Минпросвета решает сам даритель? Человек который донит этот calculator, он decide донит этот calculator. Донитут ли онлайн, институтеи, инвэцамент, или элеву, или профессору. Это донитет. В акте приема передачи указаны некоторые позиции, которые должен выполнять каждый ученик. Речь идет о соблюдении техники безопасности и содержании техники в порядке. Это идея экстраординарная. С нашей точки зрения, это инициатива Министерства Эдукации и мы ее поддерживаем, потому что это в момент определенный момент. Даже если мы не имеем в виду инструкции онлайн, определенные элементы в этой инструкции будут быть использованы, и в продолжение, даже если они будут в банке студий. Напомним, с помощью интерактивной карты, опубликованной на сайте Минобразования, Науки и Культуры, можно узнать, где и в какой технике нуждаются школы. Там же указаны номера телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию. Передача техники в ДАР оформляется официально.